Друзья всем привет из Ялты. Всем привет из морозной Ялты. Почти сегодня 1 декабря. Мы находимся на нашем любимом Массандровском пляже. На больше чем пляже. У нас сегодня встреча с руководством пляжа. У них какие-то проблемы. Виталий руководитель ООО Илве, который является оператором Массандровского пляжа. Давайте узнаем от первого лица, что у них случилось и что делается. Ответим на разные вопросы, которые возникают в соцсетях. Мифы это или не мифы? Давайте будем узнавать. Я хочу добавить, что вся Ялта волнуется о судьбе пляжа. Потому что такой пляж как ваш, мы не хотим, чтобы он превратился как на той стороне. Вы видите одни высотки. Реально я заметил, что за время вашего пользования, я извиняюсь, что не даю вам начать, но хочу тоже высказаться. Вы владеете пляжем уже 25 лет, даже больше, правильно? Да, с 95-го года. И ни одной высотки не выросло. Это знаете, это как зеркало Ялты. Это как старый город. Он должен быть таким. Я боюсь, что если зайдет кто-то другой, хотя он не вправе заходить, я знаю, что у вас с документами все в порядке. Он сделает из этого какой-то, я не знаю, мини-Нью-Йорк. Нам он здесь в Ялте точно не нужен. Меня, наверное, поддержат все ялтинцы. Давайте спросим о том, что волнует. И самый главный вопрос зададим. Работаете ли вы в российском правовом поле? Да. На сегодняшний день мы работаем в российском правовом поле. У нас есть все необходимые документы для ведения нашей деятельности. У нас есть договор аренды земли. Он действующий. Мы платим по нему в город исправно арендную плату. На всякий случай это почти 5 миллионов в год. С 2015 года более 30 миллионов нами уже уплачено за аренду земельного участка. У нас есть договор эксплуатации гидротехнических сооружений, противооползневых. Этот договор мы отстояли в суде. Решение вступило в законную силу. Договор, доп. соглашение к этому договору подписано городом, администрацией города в 2020 году. В феврале 2020 года. Кроме того, у нас заключен и действует договор водопользования с Министерством экологии. Я не пойму, а что от вас хотят? Вас постоянно таскают по судам. Какие основные претензии к вам? Я думаю, что по сути наш успех не дает спокойно спать очень многим. Наше предприятие успешное. А для того, чтобы у нас отобрать наш бизнес, иначе оценить я не могу этот комплекс судебных исков, как попытку нас выгнать отсюда. Объект, который мы эксплуатируем, холим, лелеем. И частично собственниками которого являемся с 2005 года. Основными претензиями выставляет нам отсутствие якобы права у нас на земельный участок. Это мотивируется тем, что якобы у нас нет прав на эксплуатацию противоползневых, пляжных и берегоукрепительных сооружений. У вас есть документы, подтверждающие? Безусловно, есть и договор, доп. соглашение к этому договору, подписанное городом. Я вам покажу, передам и решение суда, и исполнительное производство судебными приставами. Просто чиновники не хотят видеть этот договор. Они делают вид, что его не существует. Ссылаясь на то, что в 2015 году был принят местный нормативный акт, закон Республики Крым, регулирующий правоотношения в этой сфере. И якобы наш договор, как и прочее, должны были автоматически быть прекращены. Мы не согласились в свое время с этой позицией. Пошли в суд, как и положено нормальным предпринимателям, за защитой собственных прав. Суд поставил точку в этом вопросе. Сколько вы уже судов выиграли за все время? Ну, это десятки. Это десятки. Алина, расскажи, пожалуйста, более подробно о тяжбах, которые вас сейчас преследуют. Именно в данный момент. Да. Ну, на самом деле, ситуация у нас действительно тревожная. Мы об этом как раз и сделали публикацию, последнюю в социальных сетях. Потому что, помимо того, что к нам подан иск от администрации на расторжение с нами договора аренды, да, и мы подали апелляционную жалобу вот недавно. В сентябре, конец августа, начало сентября, против нас был подан еще один иск уже некой гражданкой, Ялтинкой, которая подала иск якобы от лица общественности о том, что мы незаконно занимаемся предпринимательской деятельностью на соляриях, на этих, да? Ну, то есть о том, что здесь незаконно стоят шезлонги, если проще говорить. Вот на данный момент судебные заседания на эту тему, они продолжаются. Буквально, вот последнее было на прошлой неделе, и на это заседание явился внезапно представитель муниципального контроля. И этот представитель сообщил о том, что сейчас проводится якобы по поручению администрации города экстренная проверка вообще всех объектов на пляже, стационарных, нестационарных, гидротехники в том числе. И вот уже там в течение буквально всего лишь пяти дней эти материалы будут готовы. Естественно, они будут переданы в суд, все материалы по гидротехнике. Собственно, в связи с этим он и просит перенос заседания. И будет параллельно подан иск на снос объектов стационарных и нестационарных остальных. И вот тут у нас, разумеется, уже возникает вопрос, о каком сохранении атмосферы пляжа мы говорим, если администрация предлагает всю нашу пляжную инфраструктуру, которая из этих объектов состоит, смести. И очень важный момент, что мы за время работы на Массандровском пляже, за время управления этим пляжем, сами не построили ни одного стационарного объекта. Надеемся, что в итоге, разумеется, закончится все справедливо и мирно. Городские чиновники утверждают, что земельный участок нам предоставлялся в свое время с целью эксплуатации гидротехнических сооружений. И что город для других целей не предоставил бы нам земельный участок. Но на самом деле мы заставили город через суд подписать с нами договор аренды земельного участка. И не только для эксплуатации, а в первую очередь для обслуживания нашей собственности, наших объектов недвижимости, которые мы приватизировали в 2005 году. Выкупили у города, эксплуатируя Массандровский пляж, арендуя объекты недвижимости. Все объекты, которые находились на Массандровском пляже. Если у вас только недвижимости на пляже, почему вы здесь не построили что-нибудь глобальное, высотку какую-нибудь, не знаю. Не продали квадратные метры, не вышли в кэш и не убежали. Мы очень бережно относимся с любовью к нашему городу. Мы находимся в историческом его центре. Раньше эта территория называлась Массандровская рыбачья слободка. Здесь жили рыбаки, здесь зона исторической застройки. Мы пытаемся сохранять дух старого города. К вам еще предъявляют такую претензию, что город ничего не получает от Массандровского пляжа. Так ли это? Я думаю, что это, мягко говоря, не соответствует действительности подобная информация. Наша группа компаний в этом году, имеется в виду основная компания Илвия, оператор пляжа, наши рестораны, наши маленькие кафешки, торговые точки, которыми только мы управляем, не считая наших партнеров по арене, заплатила за 10 месяцев 19 миллионов платежей, бюджетных платежей, арендные платы за землю и прочих необходимых и обязательных отчислений. 19 миллионов в этом году. И все же вам предъявляются такие претензии, что у вас здесь много НТО, коммерческих объектов, что они у вас якобы незаконные, и вы за них ничего не плачете городу? Все, что вы видите на Массандровском пляже, все создано в рамках действующего законодательства. Создавая сеть нестационарных торговых объектов, в 16-м году мы сделали проект, концепцию сначала, потом проект. Утвердили у городской администрации, согласовали с главным архитектором и реализовали этот проект в 16-м и частично в 17-м году. Поскольку мы являемся арендаторами земельного участка, по самой высокой ставке коммерческая деятельность, то платежи за НТО входят в состав платежей за аренду земли. Иными словами, мы, как плательщики аренды за землю, освобождены от уплаты сборов за НТО. Но в этом году мы договорились с администрацией города, что по итогам работы за сезон наша компания перечислит 10 миллионов рублей на благотворительные нужды по распоряжению администрации города. Городской руководство знает, что деньги саккумулированы, лежат и ждут распоряжения, лежат на наших счетах. Мы дважды направляли соответствующие письма городскому руководителю о том, что мы готовы. Дайте, пожалуйста, счет, куда нужно перечислить деньги. И еще такой интересный вопрос. Говорят, что вы здесь пляжи отсыпаете, реконструкцию проводите, все за бюджетные средства. Так ли это? Ну, наверное, было бы хорошо, можно было бы отнестись радостно к подобной оценке наших знаний, умений и компетенций. Но, к сожалению, за 26 лет, что мы здесь находимся, на ремонт и обслуживание сооружений, пляжного хозяйства, ни город, ни прочие бюджеты не выделили ни копейки. Все, что здесь делается... За все это время ни разу город вам ни в чем не помог? Ни разу ни город, ни республика не вкладывала сюда ни копейки. И сейчас, получается, хотят вас еще и убрать отсюда? Да. Это какой-то театр абсурда, следующий театр абсурда, вы знаете. Вы все видели, наверное, что в прошлом году мы провели капитальный ремонт двух соляриев. Да. Практически создав их заново. Мы обратились в январе месяца этого года в администрацию города с письмом официальным, с просьбой согласовать нам ремонт всех соляриев в Томасандровском пляже. Через месяц мы получили отрицательный ответ, якобы потому, что у нас недоговор аренды гидротехнических сооружений и неотделимые улучшения не могут быть реализованы вне договора аренды. Часто город подменяет понятия одни другими. Мы изначально предлагали сделать все за свой счет, не требуя никаких компенсаций, не ставя себе на баланс это имущество и его улучшение. Мы просто-напросто ответственные пользователи, мы сделали обследование при помощи специализированной организации всей гидротехники и пляжного хозяйства. Получили заключение специалистов и исходя из этого заключения была необходимость выполнить ремонт. Мы сделали ремонт на двух наиболее опасных соляриях, привели их в порядок, в безопасное состояние. Еще раз хочу заявить, что ни копейки, ни город, ни республика за те 26 лет, что мы здесь хозяйством, не вкладывало в гидротехнику. Я не понимаю, что происходит. Почему так? Насколько я знаю, 86 пляжей, правильно? 86 пляжей по Большой Ялте. Нормальный из них Массандровский, Семис сделали, да, только который с острыми камнями. Значит, и Приморский, вот бетонный пляж сделали нам Приморский, да, более-менее нормальный. Остальные 83 пляжа вообще собираются приводить в порядок, но это, конечно, вопрос риторический. Я просто не пойму, зачем начинать с самого лучшего пляжа Крыма. С самого обустроенного и работающего. Обустроенного, да, и который работает сам, на свои деньги, не просит ни копейки из бюджета. Только дает в виде налогов. Да, конечно, можно, конечно, делать определенные выводы, но, конечно, я думаю, что мы не будем их делать. Вы сами все сделаете, оставляйте в комментарии. Всем, кому не безразличен Массандровский пляж, друзья, просим вашей поддержки. Напишите, что вы реально думаете об этом пляже в комментариях. Этим вы поможете продвижению ролика, и, может быть, кто-то... Повлиять на то, чтобы наш пляж здесь остался, чтобы он работал в таком виде, в котором мы его любим, в котором любят его наши отдыхающие. Ведь, заметьте, когда показывают Ялту на каких-нибудь центральных каналах, всегда показывают Массандровский пляж. Потому что он самый красивый. По всем каналам Ялта сразу Массандровский пляж, вот эта плиточка, которую он натирает чуть ли не каждую, да, везде это лицо, как бы, Ялту, да, Массандровский пляж. Почему его трогают, непонятно. Спасибо за интервью большое. Да, мы знаем, что вы ни с кем не разговариваете. Спасибо, что какие-то вопросы, на какие-то вопросы вы нам пролили свет, да, потому что люди интересуются, люди нам пишут. Спасибо вам большое за участие. Я думаю, что... Добро победит. Ялтинцы не отдадут этот пляж. Зима пройдет, будет опять подготовка к сезону, и лучший пляж Крыма просто закроют. Куда вы будете ездить? Где вы будете отдыхать? Приедете ли вы в Ялту? Лежать на Приморском пляже или ездить за город? Я думаю, что нужно начинать, в первую очередь, ремонт Ливадийского, Ливадийских пляжей, да. Вон, пляжи Санатория Донбасс бывшего. Да, полно всего. Работаем куча. Не трогайте, пожалуйста, наш любимый пляж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова